так всем всем доброго времени суток я приветствую вас на канале таро путь колесницы я предлагаю сегодня вам видео посмотреть что он думает о вас что вы думаете о нем что сейчас между вами происходит и посмотрим давать вероятность скорее всего во что это все выльется так загадайте своего человека подумайте о нем будем смотреть расклад общей позиция 1 поэтому смотрите начало если есть резонация продолжайте смотреть дальше если резонации нет тогда смотреть не обязательно договорились ну что ж думайте о своем молодом человеке о себе и о ваших отношениях и будем смотреть так то вы кто вы в этих отношениях ваш партнер в этих отношениях что сейчас между вами происходит в общем и целом что сейчас между вами происходит в общем и целом так ваша мысль о партнере ваша мысль о партнере его мысль о вас его мысль о вас так и посмотрим наиболее вероятный ход развития событий да то есть из данной ситуации из данного момента наиболее вероятный ход развития событий что творится все равно буду вероятно смотреть хочу смотреть вероятность вы покажите пожалуйста наиболее вероятный вот развитие отношений между этими людьми вот так сегодня будем смотреть ну что ж давайте смотреть кто пришел девочки что у меня тут за девочки стремительные ревнивые победительницы так девочки которые знаете как идут по жизни очень быстро привыкли получать то что им нравится то что им хочется знать свои желания умеет управлять собой своими желаниями умеет взаимодействовать со своим физическим телом могут заниматься спортом очень красиво выглядеть то есть девчонки внутри себя договорились внутри девчонок чувствуется такой охренительный извините меня стержень победительницы по жизни просто победительницы в этих отношениях тоже победительница безусловно девочки в данный период времени могут наблюдать за мужчиной могут злиться могут ревновать немножечко подпсешивать и знаете здесь идет такое что но чувствуется власть девочка которая меня сейчас смотрит в тебе чувствуется власть идет такое ну как это так как это так это мой мужчина это мой мужчина что это он тут себе позволяет как он себя так ведет что за такого вот такое знаете какие что за мужчина у нас здесь что за мужчина мужчина кайфушник мужчина у нас кайфушник до кайфушник причем застрявший кайфушник очень интересно человек застрял в зоне комфорта залип на своих кайфушках не хочет развиваться не хочет проходить какие-то свои уроки подзакрылся и знаете как какой-то прямой ребенок прямо а не пойду а не хочу а не буду отчего ко мне все пристали мне так хорошо мне так все нормально понимаете мужчина такое даже я не могу сказать но несколько так а детская позиция но такое ощущение что он именно вам оказывает такое сильное сопротивление а ну-ка при женщине оказываешь такое сильное сопротивление именно этой женщине оказываешься на сопротивление да девчоночки именно вам причем он это делает активно причем он это делает активно он пытается так что-то доказать что ты хочешь доказать что ты хочешь доказать этой женщине скажи пожалуйста что ты хочешь доказать свою нестабильность и ненадежность что не нужно за меня держаться а для чего тебе это для чего тебе это человек залип в эмоциональных качель как в состоянии когда вы знаете адреналиновая любовь а пострадать как же без пострадать понимаете тут непонятно кто считывается ситуация о том что есть взаимная манипуляция то есть но мне даже не понятно сейчас кто кем больше манипулирует с одной стороны женщина проявляет свою власть по отношению к данному мужчине с другой стороны мужчина который ведет свою игру и его игра вот ему интересно ему прикольно когда не все получается не все страдост срастается когда есть какие-то переживания душевнивания терзания какие то муки понимаете ему так интереснее ему так вкуснее понимаете и здесь получается он может провоцировать женщину slavery на ревность осознанно-сознательно может делать специально какие-то такие штуки, знаете, то, что вот он знает, как нужно делать, чтобы все было хорошо, а хорошо ему неинтересно, девочки, а ему интересно когда качает, когда так, понимаете. Реально чувак от этого кайфует. И чем больше вы псешите, тем больше он кайфует. Так, а чего в уроки в свои не идешь? Чего в уроки в свои уроки не идешь? Ну, не чувствует он сейчас какого-то с вами равноправия. Не чувствует он, знаете, вот этого момента взаимного уважения. взаимного доверия. Понимаете, проходят игры. Причем игры такие, довольно-таки резкие. смотрите, да? Если бы было ощущение у человека вот этой вот взаимности, пары, уважения, дружбы, вот, тогда бы он мог пойти в какие-то свои уроки, тогда бы он мог признать вас там, как женщину, как женщину, которая дана небесами или которая пришла из прошлой жизни, потому что здесь об этом, да? Именно об этом, понимаете? Здесь вот такой объем, связь очень сильная. А так как он не чувствует вот этого взаимной равности, равности не чувствуется здесь, понимаете? Именно равности, что мы на равных. Здесь женщина пытается быть в позиции сверху, а мужчина не дается просто этой позиции, то, соответственно, он говорит, ну и нафига мне такая связь, я не пойду в этот урок. Понимаете? Ну окей, нормально, в принципе. Хорошо? Так, что сейчас между вами происходит в общем и целом? При этом, смотрите, у вас стабильное какое-то ровное общение, абсолютно, знаете, как интересно, да? Вот такая вот она игра с одной стороны вот нам раскрывается, а с другой стороны, если посмотреть внешне, да, то вы можете даже вместе проживать. Но если вы вместе не проживаете, то он стабильно вам говорит приятные вещи, вы стабильно как-то видитесь, как-то так радостно, всё весело, понимаете? Вот, блин, вот тут вот такие бурики пят спрятанные, а внешне всё такое, как бы, прилизанное, что ли, хорошее, красивое, радостное. Какой-то, возможно, у вас переход был недавно на новый уровень, то есть вы там взаимно чему-то порадовались, как бы, мужчина здесь проявляется, то есть, ну как бы, всё так очень, очень, очень приятненько. Причём, вот здесь энергия более лёгкая, то есть то, что вы показушничаете, ну, показушная история, то, что вы показушничаете, такое всё красивенькое, нарядненькое, а в глубже между вами кипит, вы воюете между собой, понимаете? Интересно, такие интересные ребята к нам сегодня пришли, прям классно. Хорошо. Что вы думаете о своём партнёре? Вы видите его как некий свой жизненный путь, причём вы думаете о том, что, да, этот путь непростой, да, очень много сложностей, да, нужно дофига трудиться, вкладываться, да, результат будет нескоро, но и тем не менее, вы признаёте именно этого партнёра, вот, понимаете, своим партнёром по жизни, несмотря на все сложности, несмотря на все трудности, понимаете, вот просто человек, который мне нужен по жизни, даже несмотря на то, что сложно, даже несмотря на то, что я понятия не имею, куда мы с ним выгребем, как мы с ним выгребем, даже несмотря на то, что я не знаю, когда это будет, и несмотря на то, что здесь до хрена нужно вложиться, и тем не менее, вы вот так вот видите этого партнёра. сейчас но здесь партнер протормажит и их вот ну как бы вы в этом Понимаете, да, здесь вот идет такое, что вы видите, что ваш партнер протормаживает них, а может быть поэтому здесь такая вот энергия, да, вот ваша, напористая очень сильно, потому что как бы, ну, он очень сильно протормаживает, да. Так, как вы думаете, почему он протормаживает? Как вы думаете, почему он протормаживает? Ну, потому что между вами сейчас какое-то расстояние есть, вам что-то не дает нормально соединиться, да, или нормально соединиться, или есть физическое расстояние, ну, лучше что-то хорошо, но это все хорошо, а почему он протормаживает все-таки? Он не хочет обмануться, да? Он не хочет обмануться и впасть в иллюзии, поэтому он не действует активно. Окей. Так, что партнер думает о вас? А партнер думает, что это любовь, настоящая, сильная. Партнер, безусловно, очень сильно тянет к вам, но при этом вы знаете как, вы в нем вскрываете много страхов. Вы в нем реально вскрываете очень много страхов, понимаете? Потому что здесь по энергетике, вот, ну, в данный период я считываю, что вы более мощная, чем ваш партнер. И специально, не специально, но вы можете просто как бы к нему подойти, грубо говоря, вот так вот слово одно сказать, а он подумает, что там, я не знаю, по нему проехали слегонца, понимаете? То есть здесь у вас идет бессознательно, не понимая, вы реально у партнера вскрываете ранки. Ну, мы же смотрим, да, что как бы связь не просто так, да? Сказать так, нравится ему это, не нравится, ну, если закрывается, наверное, не очень нравится, но сейчас посмотрим, да? Но при этом партнер признает, что у него есть к вам чувства, и он хочет развитие этих чувств, да, и его тянет очень сильно к вам, то есть он говорит, мы связаны, я чувствую, что на уровне бессознательного мы связаны, как бы здесь вопросов нет, женщина это идеально и прекрасно для меня, великолепно, но при этом вот страхи вот только вскрываются, да? Так, а как ты на это реагируешь, на вот эти, то, что твои страхи здесь вскрываются? Ему тяжело становится, девчонки, ему становится тяжело в такие моменты, когда вы обнажаете, а почему тебе становится тяжело? Ну, потому что, смотрите, он же в образе императора, он в образе чувака, у которого уже все есть, да, который уже стабильный, который там много зарабатывает, который, ну, короче, сделал себя целиком и полностью хозяин своей жизни, а вы такая пришли, ему что-то сказали, и он понял, что, блин, а у него здесь что-то не так, или здесь что-то не так, да, может он не может вам что-то дать, может еще что-то, и ему становится просто тяжело от этого осознавать, понимаете, здесь идет как бы такой диссонанс, то есть вот он себя там позиционирует, позиционирует, людям показывает, показывает, какой я крутой, какой я сильный, какой я большой, а вы такая раз пришли, одну фразу сказали, и все, и этот домик его рассыпался моментально, ему становится тяжело. Хорошо, почему ты работаешь со своими вот этими страхами? Ты работаешь со своими страхами, но он старается, по крайней мере, девочки, он старается, он старается вкладывать в себя, он старается как-то уравновесить себя, чтобы все у него было сбалансировано, чтобы было все правильно, то есть да, он старается их закрывать, безусловно. Хорошо, почему тебе так тяжело тогда? Опять же, девчоночки, опять та же самая карта у нас выпадает, то, что он не чувствует, знаете, как все-таки равного объема с вами. Окей, что ты по этому поводу думаешь? Что ты по этому поводу думаешь? Ой, все, полетело к чертям собачьим, да? Сейчас. Что ты по этому поводу думаешь? Я, говорит, не смогу так много работать, да, для того, чтобы выйти на такой уровень. У меня даже некому помочь, некому посоветовать, у меня нет такой квалификации, у меня нет таких умений, таких навыков, то есть, ну, как бы я не знаю, как это сделать. А на самом деле это является препятствием между вами? Женщине, я так понимаю, все равно, да, вам реально все равно, что вы на разных уровнях. Ну, смотрите, то есть, вам просто эта информация дается, да, то есть, вам реально пофиг, ну, больше на объем, меньше. Как бы у вас другие задачи, у вас задача с ним научиться так коммуницировать, чтобы он в ваших руках делал то, что нужно. Вы видите, что у него он в потенциале лев, вы это видите, и вам не нужно, чтобы он сейчас уже был там каким-то львом, вы из него и льва и сделаете там, если захотите и так далее. Но вот это то, что он, а он очень переживает, девочки, смотрите, он очень переживает, что он не равный вам, а вам и не нужно это равенство. А ты что, не хочешь, чтобы женщина вот так вот тебя приручила? А он этого не хочет, девчонки, он вот этого не хочет. Он хочет быть с вами на равных, понимаете? Тогда для него эти отношения получаются нормальными, тогда так, как ему нравится. А если вы не на равных, и если вы, ну, вы здесь управляете ситуацией по этой карте, понимаете, вот я вам покажу, о чем идет речь. Здесь женщина как бы направляет мужчину, его силу, а ему этого не хочется. Он хочет равенства, полного. Ну, ок, хорошо, понятно, ну, по крайней мере, вам теперь становится чуть-чуть понятнее, да? Хорошо, давайте смотреть наиболее вероятное развитие событий между вами. Зависание мужчины здесь наиболее вероятно, девчонки. Из вот этой картины, которую мы видим сейчас, да, с его страхами, с его моментами того, что там неравные объемы. То есть, если вы сейчас не поменяете какую-то свою стратегию, какое-то мышление, какой-то подход к данному мужчине, то, вероятнее всего, он просто как-то заморозится, понимаете, заморозит свою энергию, свое проявление в вашу сторону, да? Он скажет, дорогая, мне нужно время, мне нужно подумать, потому что я чего-то недогоняю, чего-то недопонимаю, да, мне время, мне нужно подумать. Ну, просто подвесить ситуацию, впадет в жертву, подвесить ситуацию, не будет, как говорится, не разрушать эти отношения, не идти в них глубже. Он просто скажет, а давай, в общем, я что-то подумаю, о чем-то подожду. Так, долго думать будешь? Долго думать будешь? Нет, не долго. А что она думаешь? Что она думаешь? Смотрите, она думает то, что у него все-таки есть к вам чувство, у него все-таки есть к вам чувство, и поэтому ему нужно становиться все-таки императором, да? То есть то, что она об этом говорит уже, то есть он понимает, что ему все равно нужно становиться более мощным по своей энергетике, по своим действиям, по своим поступкам, чтобы как-то с вами на равных взаимодействовать, понимаете? Ты хочешь равного общения женщины? Так, а какого? Для чего тебе становиться императором? Скажи, пожалуйста. Для чего тебе становиться императором? Чтобы взять на себя ответственность, девчонки. Чтобы взять на себя ответственность, чтобы пересмотреть какие-то концепции, да, и уже смотреть, скажем так, на эту ситуацию, на эту жизнь не так, как обычно, да, привычно, хи-хи-ха-ха, а немножечко по-другому. То есть мы видим здесь в данном случае, что мужчина все-таки занимается своим ростом, то есть как-то он хочет, хочет проявлений, хочет движения, хочет стать взрослее, увереннее для того, чтобы общаться с вами на равных. Вот такой вот у нас сегодня был расклад сегодня. Я благодарю вас за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Благодарю вас за обратную связь, за лайки, за комментарии, за просмотр рекламы. Огромнейшее вам спасибо. Если напишите сегодня по раскладу вашу обратную связь, я буду очень-очень рада. Кто хочет записаться на личный расклад, пожалуйста, в описании под видео вы найдете номер телефона, пишите телеграм, пишите ватсап, найдем с вами времечко и поработаем. Хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok